Фархат, Милитари Кэт и Миллениум. Спасибо вам большое за ваши донаты в фонд просмотра этого замечательного ролика. Поехали. Возможно, ролик будет замечательный уже в моей реакции. Всем привет, меня зовут Сокол, вы находитесь... Конечно, мы капец с задержкой смотрим. Ну, ребят, как донатите, так и смотрим. Месяц назад это уже было? Охренеть. На канале Стинемак сегодня обзор... Месяц назад. Гома Валерия Кипелова, точнее, группы Кипелов. То, что вы давно меня просили... Мораль сей басни такова, господа. Надо не просто сидеть, смотреть реакты Моисея в записи, а потом удивляться, а что это они, блядь, с такой задержкой выходят или вообще не выходят. Надо заходить на стримы и донатить. По соточке все скинулись, 4 человека, например, и все. Вот уже и смотрим. Поехали. Я тут обратил внимание на одну из самых неоднозначных коллабораций года. Порно-рэп и Отто Дикс, известный Алды, совместно сняли фэнтезийный клип события, в котором разворачиваются одновременно в трех измерениях. Демон уговаривает ангела, чтобы тот позволил ему обнулить землю, уничтожив человечество, так как оно погрязло в пороке. Советую посмотреть. Ссылочка, конечно же, будет в закрепленном комментарии. Чего, блядь? Он прорекламировал... Ладно. Боми, это, конечно же, всратая обложка, представляющая собой фото-коллаж с некоторыми рисовками... Ну, обложка, да, обложка. Честно, не так. Почему всратая обложка как обложка? ...элементами, которые все равно выглядят как... Чат, что думаете, обложка всратая или норм? То есть она не крутая. Тут нет такого, что вау, какая охуенная обложка. Такого нет. Но она не всратая точно, на мой взгляд. То есть просто обычная. Если кто считает, что всратая, то скажите. Ремастер Сан-Андреса заценил. Я его даже прошел. Его перезасирают. То есть он... Да, там есть баги. Да, там есть смешные баги. Да, он как бы местами даже бесит. Но не настолько... То есть его прям просто хуесосят вообще безбожно в каждом ролике. А вообще, на самом деле, очень пиздата игра получилась. То есть именно как бы ностальгия, при этом с приятными... Чуть более приятными взгляду такими цветами, не знаю, там, и перерисовкой. То есть вполне себе прикольно. Калаш. И кое-какие миссии стали проще. Некоторые сложнее из-за лагов. Некоторые проще из-за того, что ее оказувалили. То есть быстренько прошел вообще. Класс. Только нету группы вкуса вообще хоть какого-то, чтобы раз за разом выпускать подобные обложки к своим альбомам. Бля, обложки Виконт хочу посмотреть. Бля, обложки Виконт хочу посмотреть. Которые зарабатывает группа, я в ахерь просто. Я даже не говорю про само отвратное исполнение рисунков и фотоколлажей к альбомам. Здесь сама идея обложки Кипела просто ужасает. Что должно быть с чувством прекрасного у людей, которые... Блядь, чувство прекрасного сокола тем временем, это чувак с башкой сокола в разных локациях открывает свой клюв. Блядь, все. То есть это все его обложки. Типа небо, чел на камне, у него сокол вместо башки, блядь. Здесь, короче, огонь и чел с цепями и какими-то... Ну, какая-то хуйня, короче. Здесь, блядь, еще какие-то... Ну, то есть, чувство прекрасного сокола выглядит вот так. Здесь какие-то трибюты еще есть в придаче. Зима с виконтом, блядь. Амкар. Ну, вот это как бы типа охуенные обложки. Я не знаю, блядь. Увидев очередную картинку... То есть просто все, где нет челика с башкой орла, это непрекрасные обложки. Вот в чем дело. Художник, а такие... Да нормально, сойдет. Началось все с первого релиза. Да, да, согласен. Если бы я заплатил за это бабло, то я бы тоже хуесосил безбожно. Вавилон в 2004 году. Когда группа Кипелов не придумала ничего лучше, чем взять две картинки из интернета, склеить их в одну и прилепить туда свое название. Сингл Вавилон готов. Мы записали отличную песню. Да, это наш первый релиз, как новая группа. Это важнейшее событие в истории. Осталось заказать обложку художника и... Можно выпускать. Что? Зачем тратить деньги, когда можно взять картинки из интернета? Но это же что-то на вроде воровства. Как можно просто приклеить наш логотип на чужую картинку? Ах, Сергей, пустое. Может, нас после Арии вообще слушать не станут? Лишние траты нам сейчас, как перейдешь в небо. Эй, не трогайте мою башню. Потом группа осознала, что драть картинки с интернета, прилепляя к ним свое лого и выдавая за свое, это как-то не камильфо. И Кипелов выпускает первый свой альбом «Реки времен» с единственной классной обложкой. Рисованной обложкой, что важно. И это единственная хорошая обложка за все альбомы группы Кипелов. Ну, полторы обложки. Вот, сами посмотрите, в затопленном неком пространстве лежат полузатопленные часы. Ну, вот это как раз хуйня. Как минимум из-за вот этой вот уебищной поебени по углам. То есть вот это просто, блядь, с бабушкиных люстр, типа, сняли эскиз и засунули по углам. Здесь хуй знает, что написано. То есть, ну, вроде можно прочитать там как-то времен, что это вот слово с трудом. Здесь какие-то деки, эл, слеки какие-то. То есть все, что угодно вообще можно прочитать. Какой-то полный пиздец. Колесо где-то затопленное, ну, хуй знает. Ну, и шрифт, шрифт Ария, шрифт Айрон Мейден, блядь. Это, конечно, тоже добрый вечер. Каменные часы некой судьбы, грубо говоря. Не знаю. На заднем плане какой-то арибин... Типа, я могу ту похвалить и эту обосрать легко. То есть я не понимаю, что здесь, вот здесь, типа, охуенно, а там говно. Вообще я не понимаю разницы, если честно. Тело, из которого бьют в небо молнии. Загадочно, красиво, круто. Да и сами песни... Ну, то, что однозначно, и то есть даже, ну, нужно хотя бы элементарное чувство прекрасного иметь, чтобы... Типа, даже спорить нечего. Вот эти вот хуйни по углам, это пиздец. Это просто вообще какая-то... Это лучшая обложка. Дальше пошло какое-то зло. Каждый альбом... Ну, облога как облога, пожалуйста. Какие-то дым, туман, хуян, типа... Это либо фотоколлаж, или демоны, ангелы и кресты. Обложка второго альбома. Что это вообще такое? Что это за мазня? Как на такое можно было согласиться? И хрен с ними, с демонами. Это же просто какие-то непрорисованные уродцы, над которыми художнику, судя по всему, особо не пришлось париться. Сам человек в центре выглядит как фотография. Я уже не говорю о каком-то заднем фоне. Зачем? Мы просто намазюкаем каким-то однотонным синим и пойдет. Ну, синий туман, прикольно. Короче, это не обложка великой группы, а какой-то упоротый набросок. Но группа согласилась на такую обложку, и им как бы, ну, не стыдно. Далее идет сингл отражение. Все в хронологии группы мы разбираем. И это более-менее нормальная обложка. Так, как рисованные. Но, опять демоны. Второй релиз подряд, и снова демоны на обложке. У кого-то кризис идей, или религиозная составляющая Валерия Кипела... Блядь, сейчас бы Соколу говорить про кризис идей. У него на всех обложках чел с башкой Сокола, блядь. На обложке. У кого-то кризис идей, или религиозная составляющая Валерия Кипела быстренько так выжигает клетки мозга, заставляя все в группе вертеться вокруг библейского шеста. Следующий релиз. Непокоренный. Ну, не знаю, если это не фотоколлаж, а действительно картинка... Ну, это хуйня, да. Выглядит это все равно, как он, родимый, наш фотоколлаж. Жуткая, безликая, почти черная картинка, в которой сложно что-то разглядеть. Но, хотя бы тут, безрелигиозной сим... Обзор альбома Кипелов Часы Судного Дня 5 минут обзор обложек Кипелова. Хотя, подождите, что это там на заднем плане? Статуя ангела с крестом. Опять танцы вокруг библейского шеста. Даже в этой теме Кипелов не смог удержаться, чтобы не вставить свое любимое. Короче, до свидания. Кстати, строчки ангел с крестом в этой песне, если что, тоже есть. Следующий релиз. Альбом Звезды и Кресты. Уже само название говорит нам о наличии в обложке и самих песнях религиозных танцев с бубном вокруг монотеистической догматики. И, конечно же, два креста на обложке это подтверждают. Сама облога, хоть и рисованная, благодарим хоть за это, но выглядит мультяшно-кукольной, словно иллюстрация детской книжки. Еще одна сратая обложка в копилке Великой из-за ее френдмена группы. И вот мы добрались до нашего релиза Часы Судного Дня. Видимо, успех и массовый позитивный отклик зрителя на первой альбом Реки Времен запал сердечко Валерии... Что это за говно обложки? Как они на это вообще согласились? Где голые накачанные мужики? БТВЭкс! Ну-ка, ну-ка, секунду. Я что-то даже не заметил. Виконт, дискография. У Сокола на каждой обложке голый накачанный мужик. Я что-то даже не обратил внимания. Я просто смотрю, чел в башкой Сокола. И похрену. У него на каждой обложке голый накачанный мужик. На переднем плане. А здесь даже три. БЛЯ... Блать! Бать, как я не заметил! Мы толпанем этот циферблат часов на бложку еще разок! В итоге мы видим незрачную мешанину из миллионов... Ой, говно! Где голые накаченные мужики? Реально, блин! ...плоскую, неглубокую картинку, в которой вес большого увеличения вообще ничего не понять. Но и с увеличением смотрится несуразным месивом. Словно кто-то набрал в рот чернил и чихнул на бумагу. Потом на это прикрепили логотипки белого. Плюс картинка черно-белая с одним-единственным цветом огня. Присмотревшись к деталям, мы снова видим ангелов и демонов. Серьезно? Да сколько можно? Хватит! Горшочек, не вари! Особенно в этой обложке мне нравится... У тебя, блядь, голый накаченный мужик с башкой сокола на каждой обложке. Чё ты, блядь, вообще гонишь за разнообразие, за однообразие? Типа, чё за бред? Типа, который кистями добавили в фотошопе. Решение повторить идею с первого альбома, ну вот эту идею с часами, говорит нам о большом кризисе в группе. Ну, а как можно согласиться на такое копирование? Я не знаю, кто был инициатором идеи с этим повтором. Сам ли кипер... Блядь, а как ты согласился? И он такой... Мммм... Часы Судного дня. Но это по-любому нужны часы на обложке. И рисует часы. Знать, что у группы эти часы уже были когда-то на обложке, художник, в принципе, не обязан. Это должна была продумать группа сама. И сказать об этом художнику. Мне вообще непонятно подобное обязательно визуализация текста в картинку. Название альбома Часы Судного дня. Ну, значит, на обложке должны быть часы. Аудитория же тупая. Нельзя с таким названием просто нарисовать на обложке какой-то катаклизм. Нужны обязательно часы. Потому что в названии альбома есть слово Часы. Или у группы Мастер последний релиз. Мастер времени называется. Знать, что на обложке? Песочные часы. Ну, это кринж обложка, да. Но, скорее всего, эту дичь самоповтора можно было бы простить, если бы сама обложка получилась крутой. Но это не суразное месиво. Это просто преступление против вкуса. И повторюсь, самое дикое, что всё это происходит с группой, которая бабосы гребёт лопатами. Я вот этого не могу... Блядь, а с хуяли Кипелов бабосы гребёт лопатами? Типа... Есть начинающие группы, для которых заказ крутой, красивой, рисованной обложки. Это не подъёмный... Я сейчас не поленюсь найти. Мне просто... Ну, я не буду вам говорить цифру, но... Мне когда-то сливали даже, так сказать, информацию о том, какие гонорары у групп. Сейчас, если получится найти сообщение, то я вам скажу. Ну, там какие-то лопаты, типа... Какие там лопаты могут быть там... Охуя ты... ...и деньги, потому что взять и выложить, ну, например, тысячу долларов за картинку и за свою, собственно говоря, музыку, которой ты не зарабатываешь деньги. Ну, это такое себе. Но мы-то говорим о Кипелове. Ну, как можно видеть предлагаемую тебе срань и кивая головой, соглашаться, ставят... Хм... Ну, Ария... Нормально. Да, свой логотип. Вон, возьмите группу Эпидемия. Раньше у неё были жуткие дикие обложки. Вперёдый концерт, если концерт есть. По-моему, на канале есть, если я не удалял. Я негативный обзор Эпидемии удалял, делая подарок группе. Странный подарок, но тем не менее. Раньше у группы были жуткие вырви глаз обложки. Группа в какой-то момент опомнилась и начала заказывать у классных художников классные картинки. Теперь у них все релизы, глаз радуется. Ладно, переходим к самим песням релиза, которые мы сегодня обозреваем. Первая песня данного релиза — «Огненная дуга». На неё у меня целый обзор на канале и выходил не так давно. Так что переходим на мой ролик, смотрим после этого обзора. А мы переходим с вами к следующей песне. Трек номер два — «Судный день». «Судный день» или «День суда». Сейчас я вам зачитаю, что это такое. Системь религиозных взглядов аварономических религий, а это и ислам, иудаизм и христианство. «Судный день» — это последний день существования мира, когда над людьми с целью выявления праведников и грешников Богом будет завершён последний страшный суд. В переносном смысле это конец света. Начинается песня с приятного мелодичного вступления. Куплет. Ну, я не слышал альбом, поэтому я, наверное, даже не буду замедлить. С приятной вокальной мелодией. А, тыгдын, 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 опять кони прискакали. Текст, как вы сами понимаете, исходя из самого названия, насквозь библейский. Припев по смыслу точно такой же, как куплет. Но зато в нём вокальная линия превращается в некие нанайские попрыгушки. Другими словами, припев никакой. Проходит второй куплет, второй припев, и начинается инструментал. Хороший проигрыш, по которому можно задуматься, если бы не библейская тематика. Ибо о чём там думать? Слово «ибо» отстойное. Кто не знал, Библия — это одна из самых жестоких книг, где помимо жестокости одно утверждение тут же опровергается на следующей странице и противоречит вышесказанному. Сряд вполне себе хорош. Под нормальный рифачок... Еврейские сказки. Проходят просто как по маслу. Далее идёт мелодичный проигрыш и с самого начала трека. После идёт третий куплет, который я мог бы точно так же пропустить. Лишь упомянув о новом витке библейской тематики. Но строчка «Господь хочет нам в прощение помочь» слепым и глухим в грехах меня прям подбросил к потолку. Да какого лешего, да сколько можно? Когда я слышу подобные изречения, я сразу понимаю, либо человек просто врет, сознательно врет, либо Библию вообще не читал, ибо Бог в Библии — это тот ещё кровавый... Который убивал людей пачками, тысячами лично, например, за открытые людьми из любопытства ящик или за перепись населения. Какое ещё прощение после этого? Какие грехи людей? Когда по справедливости, да, библейский Бог — главный претендент на суд. Чтобы вам стало немножко понятнее, чтобы вы разбирались в этих всех богах, Иисусах и Святых Духах, хочу сказать, что Бог в христианской догматике — это Святая Троица. Один из компонентов, который Святой Дух... Троицы нет в Библии. Нет такого понятия в Библии. Это прикол из православия. Ну, это тот самый голубь, который прилетел в своё время к Деве Марии, которая с помощью этого голубя забеременела, будучи девственницей. А чё так можно было, что ли? И у неё родился Иисус Христос. Иисус Христос, смещаемся на пунктик выше, и это Бог-Сын. Бог-Сын Иисус Христос, которого мы все хорошо знаем. Первый самый в этом списочке Бог-Отец, который, собственно, сначала появился раньше всех или всегда был. В общем, самый первый. Так вот, речь идёт про него, про Бога-Отца, имя которому Иегова. Короче, всё это мне лично, по субъективному моему, конечно же, мнению, очень неприятно слышать от одного из моих самых любимых вокалистов. Проталкивать такое в жизнь, не разбираясь в вопросе, это просто... Следующий трек — «Лунный ковчег». Очень красивая музыка в начале. Текучая, с фрагментарными ускорениями соло-гитара под акустический гитарный бой. Очень красивая вокальная линия куплета под тот же акустический гитарный бой. Приятно удивило. Припев. Всё тот же акустический гитарный бой, плюс перегруженная электрогитара с висами вот этими накладывающиеся на гитарный акустический гитарный бой. Красивый вокальный мотив. Кринячок. Удивительно, но пока нет явной библейской темы в тексте, и пока все красивые метафоры и строки можно понимать без привязки к вышеупомянутой теме. Под ковчегом можно, конечно же, понимать но и в ковче. Но пока всё хорошо, и чётких указаний на это нет. Второй куплет, и вот оно, строчки из предыдущей песни «Бог и дьявол». Да что ж такое? «Бог и дьявол». Это какое-то уже помешательство старческое, или что происходит? Валерий Кипелов уже похож на какого-то наркомана, который просто не может обойтись без библейской тематики, если не вставит это в каждую песню. Видимо, если он этого не сделает, он просто не сможет допеть песню. Кипелов — моя любимая христианская рок-группа. Сами его начнётся ломка. После второго припева неожиданно начинается бридж. Вокальный мотив и музыка — всё это в бридже. какая-то недоработанная мешанина на троечку. Отдельно вокальный мотив не самый плохой, но вместе с музыкой не стыкуется. И после красивого припева смотрится явно провально. Соляк. С ним всё в порядке. Далее два припева подряд и всё это переходит в куплет, который был в самом начале трека. На семь песнях заканчивается. Следующий трек — «Крик тишины». Ну что ж, название довольно-таки размытое. Может быть, здесь обойдётся без всех этих господов и дьяволов. Начинается песня с личной гитарки. И эти прекрасные строки. В вечность сотни душ уходят с верой в свет. Уже немножко как-то напрягает, начинает. Они про отлезаем и идёт речь, Валера. Я малус. Надо же. Ненапрасно перезвивание в сердечке колыхались. Да что ж такое? Аааа! Валера! Короче, вступление к куплет-припев по вокалу, как в судном дне. Хорошо в куплете и плохо в припеве. Припев — какое-то дикое метание в нотах, повторный строчек непонятно зачем. Ну вот это вот, когда словно пластинку заедает и иголка соскатывает на предыдущую дорожку. Но это не самое плохое с заговорческим голосом. Хочу понаблюдать на дизлайке, пока у меня на этом аккаунте они ещё видны. Что сказал он? А плохо то, что вся песня это по сути религиозно-попрошайническая молитва человека к условным небесам за то, чтобы у него и у другого его близкого человека всё было в порядке. Второй куплет-припев иду под перегруженную гитарку. Как он, представляете, сказал, ничего себе читательного владеет, парень! Слушая всё это, я лично, субъективное мнение, не могу избавиться от ощущения тяжести, и я не про металл. Я думаю, что они должны виконт подать в суд за использование образов. Ощущение, когда ты входишь в христианскую церковь. Для меня лично это тяжёлая, давящая энергия чего-то чужеродного, чего-то неправильного, мучительно тлетворного. Каким-то образом Кипелов смог воплотить эти ощущения нахождения в церкви. В этой песне эти ощущения прям возникаются стопроцентным попаданием. Слушая всё это, мне дико захотелось распахнуть в своей квартире все окна и впустить в комнату свежий воздух. Ужасная песня по воздействию на моё сознание. Если что, то дверь у меня открыта и вентилятор включен в изоруме, потому что душновато есть такое. Это просто какая-то квинтэссенция только не откипела. Простирание ниц перед вышестоящим существом. Ощущения ползающего, признакающегося раба настолько явные, что после окон мне захотелось в душ смыть всё это себя. Соло после второго припева вроде как неплохое. Но тебе, запряжённому в эту рабскую телегу уже ничего не хочется. Не хочется слушать, не хочется анализировать. Ты уже не можешь нормально воспринимать. Хочется просто разорвать эту удавку и бежать. Плюс эти дурацкие строчки, не знаю, кто их писал. И к небу пусть долетит мой крик, чтоб каждый мог понять. Потом для тупых тут же повторяется для чего? Крик, главный герой должен долететь до неба. Тюбе прям ещё раз говорят, чтоб каждый мог понять. И ты такой, что? Что каждый должен понять? Да, да, что? Что ты? Да мы поняли, что про тебя речь идёт. Говори уже. Что? Зачем каждому человеку знать, что ты молишься за себя и за кого-то близкого тебе? Что это за хрень? Кто автор этой глупости? Зачем всё это? Помогите! На этом мини-альбом заканчивается, оставляя слушателя почти голым. Голым в семейных трусах. И ты такой смотришь, они вроде как красивые в сенцовочках, но какой вкус они, собственно говоря, несут на 20-ти градусном до морозе? Печально смотреть-ка. Крутая изначально группа превратилась просто в группа религиозной пропаганды. Теперь все обложки и песни крутятся вокруг одной единственной темы. Библейской. Иногда затрагивая Вторую мировую войну. Но и туда Господа и Ангелов с крестами конечно же Кипелов засунуть не забывает. Что это? Страх смерти, из-за которого вменяемых людей начинают лихорадить на поиски смыслов из-за разряда «А что же дальше?» Человек начинает лихорадочно крутить головой и «О, диво! Вот же он! Лежит на поверхности! Не зря же государство словно картошкой засаживает каждый город с репьями. Истеричененько-то под завязку. Бывает, выйдешь на улицу такой, повертишь головой и сразу три церкви видишь. Человек, приближающийся к могилке долгих лет, кстати, Валерию Кипелову начинает метаться. И, конечно, его взор в первую очередь падает на то, что нам так агрессивно подсовывают. Вот же оно спасение! И времени-то осталось немного. Надо не из того молиться окунуться во все это прям поглубже. Тогда после смерти я не исчезну. А попаду в рай и все, человечку уже легче. Уже не пугающая неизвестность за чертой, а вполне понятные перспективы. Видимо, и Валерий наш ушел во все это под гнетом мрачных мыслей. Ждать чего-то другого от него уже нет смысла. Дальше все будет только так. Будут меняться названия, картинки, но тема будет одна, а точнее полторы. Не забывайте про 41-45-е года. Отныне стиль группы Кипелов не Харден Хэви, как говорил Валерий Кипелов в каком-то из интервью. Сейчас группа Кипелов это типичный христианский металл. И пора бы этот стиль указывать на всех официальных ресурсов Ну да, вообще-то да. С вами был Сокол и Стены Магда пребудет с вами. Сила. Папам-папам. Не знаю, честно говоря... Ну, типа, этот обзор нет смысла смотреть, не послушав альбом отдельно как-то самому. То есть, потому что... Ну, типа... Тут очень короткие сэмплы Сокол вставляет. Ну, короткие куски песен альбома, потому что... Типа, дрочит на свои авторские права и на свою монетизацию. И... Собственно... Я ничего не понял. То есть, про альбом я ничего сказать не могу. Но, конечно, то, что чел, у которого голые накаченные мужики, один и тот же голый накаченный мужик на каждой обложке, возмущается, что... Ой, блядь, что-то... Блядь... Однообразие какое-то. Хуй знает. Это просто однообразие, которое тебе не угодило. Ну, блядь. Кому-то твое однообразие не нравится. Собственно... Не знаю. Ну... Поздравляю с тем, что он умудряется опять набрать какие-то свои 15 тысяч просмотров, быть кому-то нужным, блядь. Не знаю, 800 человек даже лайк поставили. Это пиздец. Ну... Как говорится... Я за сим откланяюсь. добро пиздец. Продолжение следует...